Хенни Фридо Уллерико Портон, немецкая актриса немого кино. Хенни родилась в семье оперного певца. После её рождения семья переехала из Магдебурга в Урурускую область, где её отец Франц Портон возглавил Дортмундский городской театр. В 1895 году семья переехала в Берлин, где Хенни пошла в школу. Её отец был дружно с кинопродюсером Оскаром Местером. И с 1906 года Хенни снималась в фильмах, поставленных её отцом. Её дебют состоялся в фильме «Мейсенский фарфор». В 1911 году по сценарию «Сестры Хенни Роза» был снят первый фильм с законченным сюжетом «Любовное счастье слепца». В 1910-е годы Хенни много снималась с кино и наряду с Астей Нильсен стала первой немецкоязычной кинозвездой. 10 октября 1912 года Хенни вышла замуж за актёра и режиссёра Курта Штарка, поставившего многочисленные фильмы с участием Хенни Портон в главной роли. В 1916-м Штарк погиб в Первую мировую войну. В 1919-м Хенни снялась в фильме «Социальные направленности заблуждения». В том же году она сыграла в фильме «Роза Бернт». Большим успехом пользовалась лента «Анна Болейн». В 1921-м году Хенни снялась у Эвальда Андрея Дюпона в фильме «Гайр Валя» и у Леопольда Еснера в фильме «Чёрный ход». В 1923-м году у Роберта Вина в монументальной ленте «Иисус Назаритянин царь иудейский». В 1919-м году Портон основала собственную кинопродюсерскую компанию, которая в 1924-м году слилась с компанией Карла Фрёлиха. Она скептически отнеслась к появлению звукового кино, но в 1930-м году снялась в фильме «Скандал вокруг Ева». 24 июня 1921-го года Хенни Портон вышла замуж во второй раз за врача еврейского происхождения Вильгельма фон Кауфман Асера. С этого времени он стал продюсером Хенни. В 1933-м году Портон отказалась бросить своего мужа еврея и подверглась бойкоту со стороны властей. Тем не менее, благодаря заступничеству Альберта Геринга, Хенни Портон снялась при «Национал социалистов» в девяти фильмах. Хенни скончалась 15 октября 1960-го года.